ну что ж приветствую всех настоящих ценителей бокса только что посмотрел бой сауля альвареса против роки филдинга уже в записи и хочу поделиться с вами впечатлениями и также сделаем выводы из боя ну начать хочу забавного момента что сегодня ночью да я перед боем плохо спал и самое что веселое мне приснилось как будто я этот бой уже видел и альварес победил в первом раунде нам но опять же я человек не суеверный то есть мало ли что приснилось господи поэтому было конечно мысли сонным встать посреди ночи сделать может быть ставку азартного какую-то именно на первый раунд что вдруг там какой-то супер вещи сон но я не верю в вещи сны поэтому думаю а и уснул дальше так вот теперь сам бой что мы увидели ну первое вот он начался все прозвенел гонг до боя вот у филдинга у него ну кто если пытался как-то его следить до паранализировать у него есть много странностей даже вот например можно просто рассмотреть такой технический элемент как защита правую руку как он держит то есть обычно у правой руки до боксера есть два положения то есть одно это сбоку когда сбоку от головы до когда боксер от бокового готов защититься или защищается 2 это она перед через сюда и обычно ну зачем всегда следят то есть во первых нельзя одновременно защититься и от прямого и от бокового это два разных положения то есть уже есть некоторая такая уязвимость у любого боксера так вот следят даже вот уже на начальном уровне всегда за тем чтобы при подставках то есть при защите от прямого рука не гуляла как бы не уходил вперед потому что если она уходит вперед то это значит легко боксера обмануть и в общем его дернуть он рука у него вперед пойдет и все он под бокового уже открыт так вот филдинг он хотя чемпион мира да но вот почему-то у него такая особенность да он даже не то что одну руку его когда дергают он сразу две руки вперед убирает где руки убирая да то есть он открывается и вот как тунгонг первый раунд только бой начался сразу же вот вот прям сходу то что вот это вот как бы особенность филдинга не не идеально даже вот такой базовый элемент как там прямой боковой прямой боковой да такое вот у него какое-то до гуляния сразу же ему от альвароса стали заходить лево боковые на первой минуте еще да все лево боковые стали заходить прям сходу если заходит один какой-то тип ударов то боксер начинает нервничать он начинает за ним следить соответственно очень легко под это и ударит другой уже тип ударов да в общем в итоге все улора стали погоди проходить раз ставят проходить удар по голове то он уже озабочен своей головой то есть он поднимает руки свои повыше чтобы головы свой защитить да тем самым открывает корпус ну в общем был первый нокдаун по корпусу далее ну второй раунд альварес уже так хорошо освоился и по сути во второй третий раунд если в первом он еще примерялся много времени был довольно далеко то во втором третьем он стал себя вести по хозяйски то есть даже не пытался после своих атак уходить там куда-то дистанцию рвать все он на среднюю ближнюю дистанцию зашел он уже прочувствовал филдинга прочувствовал силу ударов то есть он уже понял по сути что ему чего-то страшного не угрожает и вот на этой средней ближней дистанции стал работать он там очень эффективен то есть очень у него ну эффективная техника да то есть он находит бреши он у даже мастеровитого соперника он не то что может их находить он их создает то есть использовать специальные приемы ну вот допустим повторного бил левой рукой я не помню там снизу по моему дали звуку даже не важно по голове и дублировано по корпусу этой же рукой это же как бы не просто так делается то есть бьешь когда по голове то противник он поднимать свою руку непроизвольно для защиты да это уже как бы рефлекс тем самым открывает корпус то есть можно как бы его дурить тем самым то есть это все очень непредсказуемо один раз ты можешь ударить по голове прямо в мазать прям предельно жестко так соли делал и человек уже не хочет удар пропускать то есть он же рука у него сама поднимается а другой раз по голове допустим ты ударил так больше для виду ну нормально так руку бросил а сразу же следом акцент этой же руку ударил именно очень жестко по корпусу и вот таких как бы ну это самый простой прием а таких вот каких-то элементов перед темповок до каких-то скрытых ударов у альвара с их запасе полно то есть он очень технично в этом да и устроил тотальное избиение в общем филдинга в третьем раунде все закончилось теперь три вывода хотел бы с вами обсудить первое а и кстати про конкурс потом чуть чуть поговорим в конце чтобы участники не волновались хотя бы да так вот первый вывод на мой взгляд то что многие говорят о преимуществе в скорости у сауля до в скорость и мощь мне кажется важно за счет чего все это природная мощь она наверное больше у филдинга до скорость у филдинга действительно поменьше но мне кажется что здесь была основа это колоссальное преимущество в технике то есть техника это что такое это как тебя слушаться твое тело оптимальным образом то есть если вот просто жил там филдинг у себя в британии да такой парень здорово деревенский альварес у себя в мексике и вот до появления бокса они бы вышли устроить там честный бой кулачный и альваресу что он из мексики он все же помельче да а филдинг он такой британский парень гарный такой за здорово он бы как там дал альваресу но они оба точили свое мастерство то есть они уже не просто люди их тела это как оружие как орудие да то есть они не такие как в природе они их мышца как бы оптимальная координация то есть они именно уже стали как музыкальные инструменты какие-то то есть не такие как они есть а превращены в орудие до благодаря технике и вот это орудие выточено как бы у альвареса ну на порядке лучше поэтому результат мы вы видели техника решает особенно совместно с прочной головой она решает просто стабильно далее второй момент так я тут записал прибавил я альварес то есть можно так подумать что о альварес такого гиганта как бы ну достаточно победил наверно прибавил наверное вот теперь там геннадия головкина совсем убьет на такую сильный стал альварес я думаю что нет что альварес то примерно остался таким же то есть он может быть там прибавил на полпроцента да но результат мне кажется с филдингом был бы одинаковый и сейчас и год назад и там примерно два года назад да то есть по моему какого-то чуда как раз таки нет просто торжество техники и да и третий момент а почему так вот получилось что филдинга досрочно альварес побила да а чая со младшего тоже вроде крупного спортсмена да тоже такого ну не самотехничного может быть ленивого не сумел альварес побить именно досрочно в чем разница вот почему так может быть как раз потому что альварес прибавил я думаю что разница как-то не странно на очень простой вещи это в прочности главы чавеса ну чавес младше да мы говорим про него то есть ему видать от отца по наследству отец хотя очень технично боксером был ему досталась очень прочная голова и это дает стабильность то есть получается чавес младший он довольно силен как раз в ближней дистанции в каких-то размерах это то что у него нормально идет и там он ныряет в глухую защиту свою и если филдинга ты ударил по голове что она у него зазвенела и он следующий раз уже силится руки поднимать чтобы голос его прикрыть то альварес младшего это все понимал то есть ударил по голове у него зазвенела но он руки свои не поднимает до голове то есть он также все следит что как бы корпус закрывать то есть он этим владеет и поэтому его можно систематично избить но вряд ли нокрутировать объективно да ну что это такие выводы теперь пару слов о конкурсе как знаете у нас ну на канале проходит конкурс до конкурс прогнозов и лучше прогнозист уже в этом месяце будет итог подведен и ему отправится комплект экипировки от ультиматум боксинг а именно это перчатки такие вот кожаные 16 умство уже показывал да и шлем мексиканского стиля достану сейчас вот тоже очень хороший и получается на этот бой также ведь были от вас прогнозы причем не просто прогнозы а люди выбирали именно из таблицы чтоб можно было цифровать как-то прогноз да и соответственно кто-то получил там ноль баллов кто-то получил много баллов в общем стал близко к победе я пока все комментарии как бы заблокировал к видео предыдущему которым вы прогнозы оставляли но вы не волнуйтесь это также был и в прошлый раз через несколько дней я их разблокирую а пока я там все за скринил буду считать и в общем ну ждите то есть в принципе если вы все правильно там ответили то не волнуйтесь все будет учтено вам спасибо что посмотрели данное видео желаю всем крутого воскресенья всем счастливо до новых встреч тушу камеру